Как только мы становимся свободными, мы становимся счастливыми. Все, все мы принимаем шоколадные ванны. Помните раньше вот эти золотые краники, верблющье молоко? Вот так вот будет. Тумсо, когда мы отделимся от кафиров, иншаллах, и станем сотрудничать с современным миром, нам придется разрешать однополые браки, а иначе Европа и остальной мир нас не примет. Типа угнетение меньшинств. Странно, конечно, такое читать от человека с ником Саурон. Смотри, Саурон, во-первых, тебе нужно формулировать иначе. Если ты так напишешь, отделимся от кафиров. Мы пытаемся отделиться от России. И если мы отделимся от России, то у нас больше ни с какими другими государствами, из числа верующих, неверующих, у нас нет никаких проблем. Понимаешь? У нас проблемы есть только с Россией. Если мы от нее отделимся, как ты говоришь, нас, ты говоришь, не примут. А мы и не стремимся к тому, чтобы нас куда-то принимали. Нам не нужно, чтобы нас куда-то принимали. У нас вообще не может быть такой повестки, как однополые браки. Это абсурд. О чем вы говорите? Мы чеченское общество. Мы пытаемся построить государство, комфортное для нас, привычное для нас, в соответствии с нашим менталитетом, обычаями, нашей религией. Чтобы мы жили в атмосфере, нам, для нас являющейся приемлемой, привычной. Так как российская система, какая-либо иная, она для нас непривычная. Это как какое-то инородное тело, которое отвергается, не принимается. Мы как раз и хотим жить в комфортных для себя условиях. Поэтому у нас не может быть даже повестки такой. Однополый брак. О чем ты говоришь? Что это за бред? Если для того, чтобы нас куда-то приняли, это является какой-то ценой. А кто говорил вообще? Ты когда-нибудь слышал в нашей борьбе, которая идет 400 лет, где-нибудь в пунктах этой борьбы, что мы боремся за то, чтобы нас куда-то приняли? Где-нибудь это встречал? У нас не было, я не слышал. Даже если вот последнюю современную историю брать, там не заходить на шейха Мансура, имама Шемиля. Вот сейчас посмотри, где Дудаев, что ли, говорил о каком-то принятии нас куда-то? Или кто говорил? Масхатов, может, Диндабиев или Абдул-Халим. Кто это говорил? Никто никогда. Мы всегда стремились к свободе, а не к тому, чтобы куда-то там прийти. Мы, безусловно, хотим со всем этим миром иметь хорошие партнерские нормальные отношения. Да? И если ты скажешь, что они невозможны, если у нас нет однополого брака, то я тебе скажу, нет возможны. И приведу тебе полно примеров в этом мире, где нет вообще даже повестки такой, о которой ты говоришь. И они являются и членами ООН, и торгуют, и, в общем, все у них есть. И даже союзниками являются, ключевыми союзниками США на Ближнем Востоке есть такие страны. Но там даже такое словосочетание, как однополый брак, ты не услышишь никогда. Поэтому перестаньте. Зачем вы эту... Это, по-моему, такая повестка чисто наших врагов, которые пытаются нам вот внушить, что типа, если вот это, то то, если вот это, то вот это. Никакой не если. Если вот это, если мы свободны, то все, счастье. Вот повестка. Как только мы становимся свободными, мы становимся счастливыми. Все, все мы принимаем в шоколадные ванны. Помните раньше вот эти золотые краники, верблющий молоко? Вот так вот будет. И не в буквальном смысле, а в ментальном, в переносном. Мы, может быть, даже первое время у нас в любом случае будут трудности. Ничего на нас там, мана небесная сходить не будет. Но мы будем счастливы, потому что это то, к чему мы стремились на протяжении нескольких веков. И когда мы это получим, мы будем счастливы. И мы обязательно вырулим свое государство, мы сделаем его развивающимся. Так что, короче, не обращайте внимания на эту ерунду. Ты не думаешь, что если Кавказ отделится от России, то кавказцы начнут войны между собой? Аба-абба, а ты не думаешь, что Кавказ жил без России на протяжении многих веков? И нет ни одного примера, когда кавказцы воевали бы друг с другом. Вообще ни одного примера нет в истории. Но как только к нам пришла Россия, у нас появились вот эти вот очаги напряженности на Кавказе. У нас грузины с абхазами стали воевать. У нас осетины с ингушами стали воевать. У нас какие-то разборки между кабардинцами и полкарцами появились. Между карачаевцами и черкесами появились. Но ничего этого не было. Удивительно, да? Не было России. Мы все как-то дружно жили. Ездили друг к другу в гости. Переезжали свободно весь по всему Кавказу. Вселились. Вообще никаких не было вопросов. Как только появилась Россия, у нас как раз эти проблемы начались. Вот мы наоборот склонны думать, что для того, чтобы у нас между собой все вопросы исчезли, нам наоборот нужно, чтобы Россия ушла. И мы все вопросы сразу решим. Не будет никаких Кабардино-Балкарий. Вот откуда это появилось, Кабардино-Балкария? Задумайтесь над этим. Это ведь изначально такая мина замедленного действия, которую сразу заложили. Почему Кабардино-Балкария и Карачаева-Черкесия? Почему? Почему не сделали кабардинцев, черкесов, адыгов, один народ? Почему из них не сделали одну республику, а балкарцев, карачаевцев их не сделали одной республикой? Почему этого не сделали? Потому что нужно было изначально заложить между ними какое-то семя, посыпать туда. Зачем нужно было чеченцев ингушей выселить, потом на их земли привезти представителей соседних народов, потом вернуть обратно чеченцев ингушей, но эти земли оставить за теми, кого туда тогда заселили. Опять-таки, семя туда насыпали. В любой момент просто раз подсыпал их, воспоминится. Тумсо, а не думаете ли вы, что вам следует устранить некоторые старые обычаи, которые по сей день? К примеру, та же харамная лезгинка или почтение тех самых святых шейхов. Те вещи, которые противоречат религии, ислам, здравому смыслу, эти вещи должны, конечно же, искореняться. И многие из них уже как бы перестали существовать. Поэтому общество в целом, оно подвержено исправлению, если у него есть возможность. Для того, чтобы у общества была эта возможность, ему нужна свобода. Они должны жить в своем государстве. У них должны быть возможности, инструменты влияния, изменения законов и так далее. А, к сожалению, сегодня у нас нет такой возможности. Поэтому даже в этих условиях люди что-то там сами пытаются, как-то исправляют. Но чтобы мы полноценно могли это реализовать, нам нужна свобода. Нам нужна поддержка собственного языка. Нам нужен документ оборот на своем языке, чтобы все телевидения и так далее, все-все-все было на своем языке. Чтобы наши обычаи, традиции, те поощряемые, очень такие достойные, добрые, хорошие, чтобы они культивировались, поддерживались. Какие-то плохие вещи, наоборот, осуждались, убирались. Это целая работа, и не так просто ее проводить. Так, все, друзья. На этом мы заканчиваем этот наш эфир. И, иншаллах, увидимся с вами в четверг. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Субтитры создавал DimaTorzok